Ну что, снова привет зритель. Сейчас у меня будет обзор моего парфюма на сентябрь. Очень мне нравятся вот эти духи. Они у меня ассоциируются с Ямамото Анис, которая героиня Мангиша читала «Поцелуй принцессы Рос» Бородзёна Кис. Но тут какой-то другой Ямамото. Это Йогди Ямамото 10 мл. Тут было. Ну видите, как я быстро его делаю. Коробочку совсем недавно я оттурнула, потому что животное, что сидит справа по борту. Я её слегка заиграла. Короче, это подарок от Светы, с первой её посылки. Она со мной парфюмом своим поделилась в коллекции своей парфюмерной. Вот тот самый тип духов, который у меня бывает, знаете, на себе выливаете, вы не ощущаете его на себе вообще. Вот выливаете до хрена. И он настолько нежный, ненавязчивый. Я сегодня ничем не прискала, просто тупо не успела. А сейчас как раз доставала духи. Думаю, ну, не гоже будет, если будет только один флакончик духов и ещё одна аромантическая штуковина. ароматизированная штуковина. И, короче, решила посмотреть, что у меня такое, чтобы в сентябре, допустим, я хотела бы поюзаться. И, ну, в общем, я прискаю на ушки, подушки, на руки, в ямку вот сюда, у каждой руки, вот сюда. Иногда прискаю просто на себя, иногда вот так прискаю, прискаю, прискаю прям везде. Думаю, блин, ну, надо же когда-то уже остановиться, то ведь могу вообще весь флакон выпрыскать. Ну, как-то, конечно, не вот столько, но много выпрыскиваешь, а они такие экономичные. Летом я их юзала, вот, когда была здесь, в сентябре я их стала юзать, когда появилась здесь, ну, вернулась из деревни. Очень мне нравятся, такие клёвые. Спасибо, Света. Ненавязчивый, мягкий, нежный такой аромат. Я на себе его практически не ощущаю. Вот пройду там, где-нибудь на руке, вот, если к носу поднести, да, вот, я его чувствую, а так, чтобы вот ну, нет такого. Бывают какие-то духи и фрошели, ещё Вейван, я помню, Пурбланка мне очень нравилась, кстати, она у меня есть на глубине сибирских руд, полочке. Я помню, как-то я опрыскалась, и шла с механки в цветочную, мне попалась женщина с коляской, она говорит, о, на вас Пурбланка, мне так стало неудобно, она нет, говорит, если вот, тоже, говорит, на себя с ног до головы выпрыскивать, я говорю, да, вот, это типа, если так делаете, и не замечаете, что уже полфлакона выпрыскала, это типа ваш аромат, короче, вот, мой аромат от цвета будет юзаться в сентябре, возможно, будет в пустых баночках. Та ароматическая штука, в своём уходе, в пустые баночки-то ещё не сидела, в своём уходе на сентябрь в городе, который вот тут, обычный традиционный уход, да, и они тот, который в деревне записала, я говорила, что решил доделать те средства, которые в срок годности уже чуть-чуть и подходит к концу. Это и Мари Коллекшн, Серебрати Коллекшн, Эйвен, лосьон для тела, ароматизированный, он для декабря этого года, и мне его надо уйдывать, я его брала в деревню вроде, а может не брала, я уже не помню, какой-то я из них, короче, брала в деревню, или я его просто открывала, наверное, да, я его брала в деревню, потому что есть ещё другой, который у меня такой же, Эйвен, это той, ой, выдавила, от Лёли. В деревне им особо не поюзаешься, он в принципе ароматный, а там, если ты такой весь ароматный, если не пчела, то оса-то на тебя точно приезжает, а оса на меня иногда присаживалась, даже если я и совсем не ароматная была, ничем не пахла, и рядом еды-то никакой не было, и жалилась волочь такая мне. Короче говоря, я решила, что его как бы заюзать тоже именно в парфюме, в ароматах, потому что он пахнет. Вот когда не знаешь, чем попрыскаться, не идёт, допустим, те духи или те, которые я потом ещё обозрю, а так вот чисто руки намазать, чтобы вкусно пахло, даже сидишь иногда, и хочется, чтобы вкусно пахло, а ничем не напрыскался, никуда не вышел, сидишь дома, да, дождик там лёд, сейчас, допустим, идёт дождик, намазал ручки, кайфово, ну, конечно, если есть, не собираешься ничего, или вот здесь вот помазал, или просто использовать на какую-то часть тела, конечно, его можно было в уход отправить, но он парфюмированный, и мне его надо доюзать до конца года, хоть он был 12 месяцев после скрытия, но я его, по-моему, в этом году как раз и вскрывала, кошка так вообще, кошка у меня почему-то, я иногда руки кремом ароматным каким-нибудь помажу, парфюмированным, а она у меня тут же бежит ко мне, и эти руки начинают облизывать, с крема ещё не успел впитаться, я говорю, кошка, ты чё, да-да-да, а как моя подруга сказала, ну, она девочка, такая девочка, в общем, вот, она сейчас ко мне подошла как раз, близко так, как раз, когда я руки помазала этим счастьем, спасибо, Лёля, за такую штуку, но как-то у меня лосьоны очень медленно идут для тела, ну, в общем, она у меня будет как жидкие духи, на сентябрь, жидкие духи сентября, и сейчас я перехожу, по-моему, если я не путаю, это все вот эти коробочки тоже от цвета будут, Минька, Сой Эликсир, Ифраше, Ксюша, если это от тебя, я такая фля не помню, то дай мне знать в каментах, или в личку, в этот, в инстаграм напиши, потому что ещё мне в это летом девочка подписчица, Ксюша присылала, духи своей коллекции, делилась, и там было что-то от Ифраше, прыгнула ко мне вот тут, блин, прыгнула, казнь такая, и раньше дарилась Ифраше подарок за заказ, полноценные формальчики, и маленькие такие тоже были, и он мне вообще не шёл, этот эликсир просто, и был вот, потемнее был вот такой, ну, разные коробочки были, была светлая такая коробочка, и тёмная, я не помню, по-моему, светлая коробочка, для меня пахла исключительным пластилином, но не шла она вообще, я её раздарила, бабушке помню отдавала, она когда прыскалась, душилась, думаю, блин, воняет пластилином, хотя эликсир Буассенцель, мне очень нравится, а тут, не поверю, зритель, я его открыла, я просто не помню, вот как мне нравился, или нет, именно вот в тёмной коробочке, была светлая коробочка, просто свой эликсир, а была ещё тёмная коробочка, свой эликсир, и именно тёмная, это мне очень редко попадалось, я тут чувствую ягоды, и он мне напоминает, сейчас только поняла, в Эйвен был очень классный аромат, и потом он как-то, видимо, весь вышел, и он пах какими-то сладкими ягодами, вот один в один, не сказать, что малиной, но какими-то лесными ягодами, вот в йогурты бывают с лесными ягодами, вот что-то вот такое, я когда открыла сейчас, перед тем, как видео за это записывать, я понюхала, и мне так кайфово стало, думаю, я поняла, его надо в сентябре юзать, он ждал того, чтобы я его, наконец, оценила по достоинству, свой эликсир, и фраши, а цвета, свете, вообще, крутая штука, я не знаю, есть у и фраши ещё именно, вот этот эликсир, или нет, оно мне напоминает, по-моему, парижский шик, парижский шик Эйвен, вот этот эфрашевский, напоминает парижен шик Эйвен, но мне кажется, Эйвен тогда сняли, у них такой красивый флакончик был, причём на фотке был фон такой, сиренево-фиолетовый, я думала, что и он сам сиренево-фиолетовый, а по цвету он был, вот как эта водичка, у меня, по-моему, всё-таки он тогда закончился, такой красивый флакончик, тоже без премьера, там как-то откручивалась, и так же снималась, в общем, не то, что в один в один, но очень напоминает, вообще, прелесть такая, не буду я в коробочку убирать, или убрать, уберу в коробочку, сейчас ещё пойдёт одновенько, это вообще моя любовь-любовь, как меня тут на днях спросили, ну как тебе холодильник, я говорю, да я бы на нём женилась, вот это, тот самый аромат, на котором бы я тоже женилась, ну в смысле вышла замуж, будь это, допустим, человек, да, Элис Нуар, Секрет Десенс, снятость глубокая, его настолько давно сняли, у меня, помню, была такая минька, была 75 миллилитров парфюмерная вода, ну, туалетная вода, и 50 миллилитров парфюмерной водой, они у меня так долго-долго жили, я так от него тащилась, вот прям готова выливать на себя литрами, если такое возможно, а тут у нас парфюмерная вода, малюсенькая минька, дикая снятость, от и фраше, от света, вообще счастье такое, я очень люблю этот аромат, он отображается, вот переголоски есть, отголоски, эликсир Буа Сенцуэль, как раз вот, там чувствуется именно сам, классический эликсир, этот воняющий пластилином, потом, как вот там, ваниль, тоже из серии Секрет Де Санкс, и вот этот и рис, я сейчас поняла, что у них есть, вот чем оно похоже между собой, несколько нот любви, оно немножко перекликается с этим эликсиром, именно вот в такой темной упаковочке, в общем, это у меня будет юзаться в сентябре, и все благодаря Свете, вообще Света мне подарила, три этого самого, как его, блин, звать это, Сальвадора Дали, но у меня, один аромат, я что-то не очень его поняла, пришла как-то в сад, я говорю, тетя, хочешь, ну, ближний рот у нее за свои, я говорю, хочешь этот, какие-нибудь духи, подарю, она какие понюхала, какие понравились ей, но ей понравились как раз те, которые я не поняла, вот это я еще что-то открыла, летом он у меня совершенно не шел, а сейчас он такой вот, как зеленый чай, и фрошель, из-за Беттерден, Арден, похож на чай, но не чай, но в общем, такой тонкий, свежий, нежный, вот на холодный сентябрь, когда максимум градусов 12, даже плюс 7 днем, да, он так что-то у меня раскрылся, он так мне сейчас идет, вот я его прям понимаю, что он именно на холодный сентябрь, не на летнее жаркое лето, а на холодный осенний сентябрь, летнее жаркое лето, да, я его буду тоже юрить, с удовольствием, а еще вот такая штука, тоже, тут башка из роз, сальвадор дарим, летом она у меня как-то не пошла, я ее не понимала, не ощущала, я вообще не понимала, не чуяла, так вот как должна быть, а сейчас, когда открыла, она мне какой-то такой сладостью у нас пахнула, я поняла, что мы с ней созданы для друга именно в сентябре, спасибо Свете, вот у меня тут, можно сказать, 4, нет, 6 ароматов, но из них только 5 духов, в принципе, у меня иногда был в обзорах спрей лосьон для тела, который вроде как косметический уход, но он парфюмированный от Эйвен, от Лёри, я его юзала как духи, вот так, что в принципе, это тоже пустят как духи, вот такой у меня обзор парфюма на сентябрь, всем спасибо за просмотр, если вы чем-то таким юзались, и вам нравится, или вы тащитесь до сих пор, от Ифраше и скучаете, в смысле, от Ифраше и Риснуаре скучаете, поэтому аромату дайте знать камеру, будет приятно почитать, всем пока, эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста,